Сегодня покажу игру такой вот классной приманки Это джеркбейт Джеркбейт, который не имеет своей игры Из ПВХ От мастера Александра Украина, город Запорожье Координаты автора в описании под видео Мастер Александр делает классные воблера и джеркбейты Которыми я рыбачу И они мне очень нравятся Поэтому предлагаю и вам посмотреть Какие шедевры делает мастер Александр Приманка довольно таки большого размера 15,5 см практически 16 см Вес приманки 71 грамм Это с крючками Крючки правда я большие поставил Можно играться крючками, кольцами Ставить больше, меньше И таким образом даже регулировать заглубление и игру приманки Приманкой я рыбачу только на стальном поводке Так как невозможно рыбачить на таких приманках Если у вас будут карабины, застежки, кольца Так как приманку нужно дергать Приманки и груз задаем рывками спиннинга и подмоткой катушки Так, смотрим Приманка тонущая Но он медленно-медленно тонет Я бы не сказал, что он быстро тонет Он очень медленно тонет Приманка рассчитана на большую активную щуку Так как такая приманка будет очень серьезно отсекать мелочь Хотя шнурки на него очень даже неплохо реагируют Единственный минус этой приманки Я его уже увидел Его нужно забрасывать Даем ему несколько секунд опуститься И только потом начинаем давать игру Иначе он выныривает и начинает Вот видите, что делает Как глотает воздух Как вот рыба Когда выныривает и глотает воздух Вот он делает то же самое Видите, он начинает, во-первых, игра сбиваться А во-вторых, он старается все время подняться к поверхности Хотя приманка при этом медленно тонущая Игрой немного он напоминает Salmo Sweeper Но так, отдаленно-отдаленно Потому что он так где-то бывает длинные глайды делает А где-то короткие То есть такая вот необычная приманка Со своей такой игрой Хотя это Jerkbait И игра, я бы сказал, довольно-таки Она вяла Из-за того, что он медленно тонущий Так как Jerkbait, они очень сильно отличаются Игрой между плавающим и тонущим Да, на коротком отпуске он совсем не хочет играть А на длинном отпуске вам, наверное, не будет ничего в виде Хотя, возможно, даже в виде Но вот он пытается как глотнуть воздух Смотрите, как он сбалансирован Он ложится в воду задней частью То есть можно поиграться Попробовать ему переднее кольцо И крючок сделать больше Возможно, он не будет Выныривать с воды То есть такая вот у него огрузка Вот, поэтому Ну, он больше для мелководий рассчитан Поэтому, возможно, это даже его плюс Он же все-таки не для глубин рассчитан Так, делаем заброс Даем ему несколько секунд опуститься Спиннинг опускаем к воде Желательно спиннинг иметь короткий, жесткий И начинаем задавать ему игру И смотрим на него Выныривает он из воды? Нет Он, в принципе, не выныривает Он идет в толще воды Но вот, когда он подходит ко мне поближе Он пытается вынырнуть из воды Такая вот интересная приманка Вот, на длинном отпуске он отлично идет Под поверхностью, скажем так Такая вот щука Имитирующая щуку Щука это каннибал Поэтому приманка интересная Вот, тем более цвета все выполнено Практически, как натуральная щука Единственное, он немного светлее Соответственно, он будет ловить Не всегда, не во всех водоемах И не при любых условиях Но если поиграться с цветами То, возможно, его диапазон использования Станет намного шире Поэтому такая вот приманка Спасибо всем за просмотр Спасибо мастеру Александру Спасибо. 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 Спасибо.